Всем привет, ребята, и сегодня я снимаю, наконец-таки, долгожданное видео для вас, и это уборка и расхламление в моей косметике. Я не уверена, что мы расхламим много продуктов с вами, но я постараюсь, покажу, возможно, какие-то пустые, закончившиеся продукты, некие пустые баночки. В этом видео также мы уберемся вместе в косметике, потому что давно-давно я очень хотела привести все в порядок. И я очень извиняюсь, что таких видео давно не было. Я надеюсь, что оно вам понравится, и давайте будем начинать. Конечно же, я буду рада вашей любой поддержке, потому что для меня это очень важно, и это большая мотивация для меня. Я буду чаще вас радовать, очень надеюсь, что все получится. Давайте будем начинать. Покажу вам быстренько, что у меня творится здесь. Палетки хочу все разобрать. Уход также нужно разобрать, что-то выкинуть, расхламить. Здесь вообще творится полный бардак. Здесь не то, что продукты для губ. Здесь уйма всего ненужного. Конечно же, рабочая поверхность. У меня здесь тоже просто развал. Я сегодня красилась, поэтому... Ну вот в таком все виде показываю, как есть. Здесь также нужно все убрать. В ящиках я не сказала бы, что прям очень грязно, но нужно разобраться. Видите, вот в таком состоянии пудры нужно все это протереть. Здесь у меня в целом нормальный такой вот вид. Покажу, что здесь. Ну, здесь вот так вот все. То есть этот ящик я задействую меньше всего, потому что те продукты, которые использую каждый день, именно тушь, я это храню там на столе. Просто оставляю, и уже на следующий день использую то же самое. Ну, давайте начнем с вами со стеллажа. Я что хочу сказать. Видите, здесь даже не то, что палетки. Здесь вот какая-то кисточка, щеточка для бровей. Сам ящик, видите, то есть сама полочка тоже не в лучшем состоянии. Нужно это все протереть. Поэтому сейчас я вытащу все палетки, протру и буду уже раскладывать их вместе с вами и что-то рассказывать. Расставлять я буду в той же самой технологии, именно большие палетки назад. Я буду по возможности их протирать слегка. Очень классная палетка от DIVAGE, Urban Orchid. Классная я, просто у меня столько всего, и я очень редко пользуюсь тенями по возможности. Ой-ой-ой, вот эта палетка от SEAT, SEAT London. Она очень пачкается. Ее просто взять руками достаточно. Уже она будет вся заляпанная, потому что она вот такая зеркальная. Узбавим ее так же. Лучше ее бы, конечно, хранить в коробке, но у меня не осталось, к сожалению, в коробочке от этой палетки. Так, давайте я дальше просто уже покажу, что я буду ставить. Не знаю по какой причине, но я записывала видео, как я все это расставляю. Нету, к сожалению. Возможно, оно осталось где-то, записала все-таки. Но я расставила все палетки вот таким вот образом. Немножко вот так покажу. Протерла весь ящик, видите, уже что-то опять испачкалось. Ну вот что это такое? Как это вот назвать? В общем, вот так у меня получилось. Давайте дальше будем переходить к этому ящичку с уходом. У меня много стоит чего-то на столе здесь ухода. Вот, например, какие-то тоники. От этого тоника мне пришлось куда-то... А, по-моему, вот на мицеллярку я делала отсюда вот эту вот крышечку, так как здесь я пока открывала, она у меня сломалась. Поэтому мне пришлось эту вот мицеллярку у меня. Также у меня закончилась мицеллярка от Эвелин, вот такая же. Я вам ее сейчас покажу. Извините, что я влезла в кадр. Вот она у меня полностью закончилась. Поэтому я ее расхламляю, выкидываю просто эту упаковочку. Вот купила уже себе новую 750 мл на Валпресс. Так, давайте рассмотрим вот эти вот уходовые мицеллярки. У меня здесь на самом деле очень много всего чего-то тем, что я не очень пользуюсь. Что-то, что у меня просто здесь стоит. А маску вот эту от Комплимент пора выкинуть, потому что у нее вышел срок годности. Но и так она почти закончилась. Я про нее как-то забывала, и вообще она у меня хранилась в другом месте немного. Поэтому это был такой, знаете, последний шанс. Вот этот крем от Art & Facts с зелойновой кислотой. Он у меня также закончился. Очень нравится. Я покупаю раз в пять его уже. И обязательно повторю попытку. Выкидываю. Бальзам для губ у меня есть. Я не знаю, где мне взять какую-нибудь крышечку на этот продукт. Может отсюда накручите. Если нет, она не влазит. Короче, чем-то-то нужно это закрутить. Потому что у меня нет вообще никакой крышечки для этого. Давайте я дальше пока покажу. Вот этот вот. Еще один крем от Art & Facts. Тоже с зелойновой кислотой. Но это именно флюид. Здесь более легкая такая текстура. Он у меня также закончился. Но мне крем нравится больше. Поэтому этот у меня, знаете, был как запасной вариант. Но я его тоже израсходовал. Если у вас проблемная кожа и вам подходит средство с зелойновой кислотой, то я рекомендую присмотреться именно к крему, который не флюид. Который я показывала ранее. Бараплюс я его просто ношу на сухую. Там какие-то на сухие, какие-то участки кожи. Там на руки, куда-то. В общем, у меня также здесь лежит. Пусть будет. В целом, что я еще могу сюда поставить. Давайте я переставлю вот этот пилинг. Купил его по советам девочек с тиктока. Увидела. Мне он очень понравился. Использую уже три недели. Вот здесь лежит. Что точно буду распламлять? Это вот эта вот мицеллярка от Сэймиля. Очень извиняюсь, если будут какие-то звуки. У меня пошел дождь за окном. Так, что у меня здесь во втором ящичке? Вот такой вот крем-сос от Маскохолик. Не знаю, как правильно. Мне он не понравился. Я никакого эффекта не увидела. Ни с постакной не работает. Никак. Я наносила его недели две точно. Тестировала он точечно. Ни с воспалением. Вот, ну, знаете, такое открытое воспаление. Нет. Я ничего не заметила. Он там, знаете, практически закончился. Поэтому я его выкинула. Мне не понравилось. Так, у меня здесь всякие крема еще для тела. Что-то есть. Вот еще одна маска Перфектор. Я ее достаточно уже использовала. Но пока не поняла, есть ли какой-то от нее эффект. Да, прошло уже достаточно. Но вот пока у меня она под вопросом. Но я оставлю, конечно же. Остальное здесь у меня... Ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у меня свалило. Это что такое? А еще одна маска. От Сэмили я делала ее один раз. Почему-то я ее вообще не делала. Эту маску. Вот, не знаю. К более действенным маскам у меня тянется рука. К ней нет. Вот, например, от Гильтек. Я ее почти всю использовала. Хотя здесь большая упаковка. 100 мл. Вот такая опора суживающая. Я ее обязательно куплю еще раз. Тоник от Art & Fact. Давайте я поставлю вот сюда. Так как мы часто им пользуюсь. Крем от July. С вишней тоже у меня там лежит. Уход для волос. Это Real Share Rated Green. Вот такая вот у меня. Сыворотка. Крем от The Act. Масло для волос. Также мое. Одно из самых любимых. У меня здесь лежат пустые упаковки. Я их сразу же буду попутно выкидывать. А еще у меня здесь есть вот такой освежитель для полосы рта. Вот Art & Fact. Иногда я его использую. Его очень удобно брать с собой куда-то. Очень миниатюрный. Оставлю его, конечно. Вот сюда поставлю рядышком. И в целом из-за хода у меня это, наверное, все. В целом здесь мне нравится, как все стоит. Кроме вот этого. Потому что, ну куда? Где у меня крышечка? Ее здесь просто нету. Далее у меня идет вот такая замечательная полочка. На которой хранится очень много всего. А именно у меня здесь хранятся продукты для губ. И на самом деле вот все продукты для губ, которые здесь стоят, практически все, вообще не используются у меня. Ну то есть я все равно храню для коллекции что-то и изредка чем-то пользуюсь. Из-за этого вот, например, вот эти продукты. Нет, они у меня просто здесь стоят попутно. Я смотрю в зеркало, когда что-то наношу на губы. Вот сюда их обратно ставлю. Так, давайте сейчас вместе разбираться. Я сделала вас поближе. Я также взяла с своего стола несколько продуктов. Просто хочу их убрать сюда, так как перестала сильно часто их использовать. Поэтому вот масло это я убираю туда. И масло от Blow Me. Также у меня очень часто используется. Это я поставлю на стол. Также вам покажу. Давайте это разбирать. Помады у меня здесь какие-то, я не знаю, что с ними произошло. При том, что помады я вообще не использовала. Как с прошлого видео я их расставила, так они и должны были у меня остаться. Но, как видите, нет. Помады у меня еще остались. Вот такие бальзамы у меня остались. Надо сейчас повспоминать, что у меня прям слишком старые. Нужно выкинуть. Определенно, это помада Beauty Bomb из коллекции The Cooking Show. Потому что ей уже больше двух лет. Нет, не двух лет. Ну, больше года точно. Но это нежелательно. Вот эта помада от Bourjois. Также у меня достаточно давно. Поэтому я думаю, что ее стоит тоже выкинуть. Хотя я ее раньше использовала прямо очень часто. Каждый день, через день. Я ее не могу даже открыть. Так, пока буду ставить. Знаете, вот куда мне хочется этот продукт поставить, туда я его и поставлю. Вот такая у меня сейчас техника. Вот так у меня получилось преобразить полочку с продуктами для губ. Сейчас покажу, что я еще выбрала к расслаблению. Первое. Это вот такой скраб для губ от Beauty Bomb. Он у меня закончился. Мне он очень нравился. Буду туда ставить. Блеск из коллекции The Cooking Show Beauty Bomb. Очень старый. Поэтому я его тоже выкину. Вот такой блеск Tropic от Vivienne Sabo. Он у меня также очень давно. Поэтому, думаю, пора прощаться. Продукт от Catrice тоже блеск. То же самое. Он очень старенький. Ну и, к сожалению, как бы мне не было сложно прощаться с одним из любимых ранее моим продуктом для губ. Lip Injection от Too Faced. В оттенке Glossy Bossy. Мне он очень нравился. Он прошел через многое. Через больницы. Через слезы. Через все. Он для меня очень много значил. Не знаю, принято ли и нормальный. Вы меня посчитаете, если я так скажу. Но он просто тот продукт, который был со мной в сложной ситуации. Я его выкидываю. Не надо держаться за прошлое, как говорится. Теперь переходим к рабочей поверхности. К моему туалетному столику, собственно. И здесь у меня тоже хлам. Куча всего непонятного. Короче, будем сейчас со всем разбираться. Тоже что-то убирать, протирать. Но для начала я сложу все кисточки сюда. Не спрашивайте, что здесь делать. Ложка. Я с ней снимала проверку лайфхаков. И с ТикТоком она тут до сих пор и лежит. Конечно же, я ее уберу. Вот у меня здесь киноклир. Какие-то продукты, которые я использую. Вот эта собачка милая, которую мне просто подарила моя мама. Просто ее где-то купила. Она говорит, мне она так понравилась. Это такая собачка антистресс. Ну, я не могу не показать. Просто прикольный. Прикольный такой, знаете, предмет на моем столике туалетном. Также у меня здесь есть новинки, которые мне прислали. Вен Сабо. Это тональник. Это у меня тинт. И плампер. Также я купила еще один такой же плампер в 02-ом оттенке для себя. И вот еще гель для бровей мне отправили. Эти продукты я обязательно их запишу. На них обзор. Это теперь стал мой один из самых любимых тональников. Про него также обязательно все сниму, расскажу. Он у меня сегодня был на лице. Спустя 10, наверное, часов. Я не знаю сколько. Муки, дождь, отработку в школе. Прошел все. Ну и вот, что у меня получилось на столе сделать. В принципе, мне все нравится. Ничего плохого сказать не могу. Кому бы не нравилось, когда чисто. Здесь у меня есть, конечно, помарочки. О, кстати, отходит. Я думала, что все. Но с концами тут залипло. Я не знаю, что это. Какой-то клей. Возможно, это клей для ресниц. Потому что я недавно купила себе пучки для ресниц. И пробовала их наклеить. И вот здесь вот такие засохшие какие-то куски клея лежат. Ну, в общем, вот так у меня получилось. Поставила отрезики здесь. Ватные диски. Метелярка, кисти. Свечка у меня здесь. Такой стаканчик. Там какие-то у меня лежат продукты для губ. Мастер для лица. Спрей-фиксатор. Керлер. И вот органайзер с продуктами для губ, которые чаще всего используют. Кстати, вот купила такой бальзам. Помада-бальзам. Вот Yves Yen Sabo. Из коллекции Лимон-Цитрон. За 200 рублей. В Магнит Косметик. На скидки на второй оттенок. Вот такой. Вот так здесь прокручивается. И у нас выдвигается сам продукт. На губы мне очень нравится наносить. Прям получается такой свеженький эффект. Ну, я в конце вот сейчас нанесла. В конце, если что-то останется в завершении видео, вы увидите, как он выглядит на губах. Ну, эту разруху я уже начинаю тоже разгребать. Какие-то у меня здесь чеки. Вот маска для лица лежит. Коробка от мази. Вот это все выглядит. Резинка, в которой я сейчас заделаю себе волосы, чтобы мне они не мешали, наконец-таки. Так, маску я убираю туда, к уходу, вы знаете, где. У меня здесь еще стоит, видите, закатная лампа. Я ее не буду, наверное, убирать, но все же протеру поверхность, поэтому пока что уберу. Протерла поверхность, поставила туда закатную лампу и вот эти вот диски. У меня здесь еще вот такая картина. Я там, видите, в зеркале. Всем привет. Ну, в общем, вот эта картина по номерам. Я ее раскрашивала. И давайте теперь будем переходить к наполнению комода. Ну, и переходим вот сюда, собственно. Прямо не хочется. Мне на эту пудру больше, смотрите, какой-то волос здесь валяется мой. В общем, протираем эту пудру. Да и вообще все пудры стоит протереть, потому что как-никак они открываются, потом обратно закрываются, все-таки они пачкают. Так, ну, эти более-менее в нормальном виде. Консилер в шайбе у меня здесь стоит. Господи, как тебе вытащить волос какой-то у меня здесь? Давайте посмотрим на консилеры. Я из них хочу же сломить фарос и вот этот консилер. Этот у меня уже закончился. Ну, и фарос тоже закончился. Классные светлые консилеры. Очень бюджетные. Фарос достаточно плотный, но нужно хорошо подготовить кожу, потому что он немного может текстуру подчеркнуть, какой-то рельеф. Поэтому будьте осторожны. А вот это очень легкий, светлый консилер. У меня он в оттенке номер 21. Ну, это консилер Свалбрис. Если вам интересно о нем что-то узнать подробнее, то у меня тоже на канале много видео есть. Остальные я ставлю в свободном доступе. Со многими пудрами я попрощалась, поэтому у меня сейчас их мало. А вот эта пудра от Makeup Obsession у меня закончилась. Видите, здесь уже не пудра, а вот эта вот дощечка. Но здесь по краям есть чуть-чуть пудры. Видите, я ее оставлю все-таки доиспользовать. Вот эта пудра от DIVAGE у меня закончилась. Я просто пересыпала туда другую пудру. Но я просто там, знаете, смешала несколько оттенков. Какая-то была супер темная. Я тут добавляла более светлую. Мне не понравилось, как она лежит. Поэтому я выкидываю это. По идее, пудра от DIVAGE там нет. Но она мне нравилась. Art Visage, Be Young. Вот эта вот пудра O'Shells Wildberries. Кстати, хорошая. Не знаю, вот мне она даже понравилась, могу сказать. И три прессованных пудры. Это Belor Design, Essence и вот Makeup Obsession. Пудры сейчас у меня не очень много. Вот сюда я их кладу. Следующий отсек ящик у меня с тональниками, праймерами. Тональник от Amo. У него уже вышел срок годности и он уже закончился. Классный был тон. Мой любимый в прошлом году. Но сейчас у меня появился новый любимчик. И еще один новый любимчик. Поэтому выкидываю его. Но он очень классный. Очень хороший, качественный. Вот этот кушон я расхламлю. Потому что мне он не нравится вообще в целом. Ну, не понравился. Я не люблю такой. Так, вот этот тон от Alien у меня также закончился. Там есть ощущение, что что-то есть. Но нет, он даже не выдавливается вот с помощью своего вот этого дозатора. Видите? Ну, то есть продукт закончился. Я его, когда использовала, мне приходилось вот так откручивать. И, в общем, его наносить. Но этот тон мне тоже очень нравился. Хочу рассказать про этот тон. Я его показывала распаковки от бренда. Но мне, честно, он не понравился. Здесь нет ни покрытия с эффектом пудры. Ни какого-то перекрытия. Мне оттенок оказался слишком желтый. Ну, выбирала и не я его. Поэтому, ну, все прощается. Но сама текстура, сам продукт мне не понравился. Мне он просто подчеркивал всю какую-то сухость, какой-то рельеф. Но при этом он ничего не перекрывал и не был матовым или же плотным. Вот этот BB крем я также расхламляю. Он мне и в видео с распаковки с Валберс не понравился. Как бы всем все ясно. Ну, конечно же, эти два продукта я оставляю. Мой любимый консилер от Луны, который я использую как тон. И новый тон от Ивьен Собо. Обязательно расскажу о нем бронде. Тон от Белор Дизайн. Я тоже оставляю. Мне он нравится. Вот эти вот продукты от Би-Колор Капсул. Праймер и ЭССи Крем. Я пока их оставлю, хотя использую не так часто. Вот этот тон у меня закончился. Как по мне, он очень сильно желтый. Когда я его наношу, мне пишут, что... Ну, или пишут, или говорят, что у меня сильно желтое лицо. Хотя это самый светлый оттенок. Но я его весь использовала, у меня он закончился. Мне он нравился, как он лежит на коже. Он хорошо перекрывал, но при этом он был с естественным натуральным финишем. Тон от Шайнвелл я выкину просто. Мне он не нравится. Он очень светлый, ничего не делает. Ощущение, что я наношу просто какой-то увлажняющий крем на лицо, который ее сильно выбеливает. Здесь у меня еще тон от Лав Дженерейшн. Две штучки. Оба мне нравятся. Я их использую. Делилась с вами классно. BB крем Beauty Boom Smiley. Я его покупала очень давно. Вышел уже срок годности. У него такой, знаете, очень легкий финиш, легкое перекрытие. Но очень светлый оттенок, поэтому для белоснежек подойдет отлично. Следующий тон Яда. Тон Vivienne Sabo. Так, я их просто сюда положу уже. Также тон Skin Evolution и тон от Лав. Я их также оставляю. Вот уже начну просто складывать. Праймеры от Рута. Крем-гиле снопод макияж. Праймеры от Париса. И вот такой еще праймер шайбочки в каком-то яйце непонятном. От Be Color. Это как-то затирка для пор. Я его пока использую только один раз, хотя купила очень давно. Вот даже не знаю когда. Уже, наверное, полгода назад точно. Ну а теперь я все складываю, но я его тоже оставлю. Пусть будет. Вот так вот у меня поуменьшалось в тональничках. Два моих любимца. А остальные я так по настроению использую. Свои кремовые продукты я и так показываю в каждом видео. Поэтому сегодня я хочу показать чисто, что я буду расслаблять. Контуринг. Потому что у меня уже очень старый. У меня теперь есть новый. Этот видите, когда изготовлен. И этот два года назад. Я выкидываю его. Но он классный как бы. Я им буду пользоваться. Еще один контуринг. Это от Chic. Мне он не нравится. Раньше мне он нравился. Но сейчас у него очень много разных обзоров с разборами составов. И вообще мне не нравится формат. То есть если я использую скульптор, то я использую скульптор именно в стике. Либо же если у меня был бы жидкий еще какой-то, то я использовала бы его. Но этот мне не нравится совершенно. Я его использовала, конечно. Он не новенький. Поэтому я его выкину. Также у меня закончились мои любимые румяшки от Париса. Они уже еле там достаются из упаковки. Мне они очень нравятся. По-моему это либо 0.1, либо 0.5 оттенок. Так как он здесь нигде не подписан после снятия упаковки. У меня также есть вот такой яркий. По-моему это третий. Пока буду его использовать. Потом закажу вот этот. Далее у меня идет ящик с сухими продуктами для леса. Здесь и палетки, и продукты в однушках. Я сейчас все расставлю здесь. Рассортирую что-то. То, что я хочу выкинуть. Потому что, ну или же расхламить. У меня очень много палеток для леса. А палетками я вообще не пользуюсь. Поэтому я их расхожу лишь для коллекции. Потому что раньше я любила палетки для леса. Сейчас же вообще нет. И как вы видите, то есть просто тут что-то поверхность лежит. Но в целом они в таком же виде, как и после прошлого расхламления и уборки. Потому что, ну не знаю, я не использую я палетки для лица. Как-то мне этот формат не очень близок. Ну вот, то есть видите, я просто поставила. А вот эти продукты мы уже посмотрим. Что-то возможно выкину. В процессе уборки там были найдены палетки «Маленькие тени», «Спарковый артизаж», палетка от «Релав». Такая палетка «Свелперис». И еще одна от «Ксикси». И вот палетка, которая у меня стоит на столе. И которую я использую как зеркало. И иногда использую тени оттуда. Это я уберу к теням. А продукты, которые мне захотелось убрать из своей коллекции, расхламить. Это такой хайлайтер. Он желейный. И мне кажется, как будто он немного подиспортился. Потому что какой-то неприятный аромат. Ему уже очень много, по-моему, два года. Эти румяна тоже старые. У них уже сломанная упаковка. Я их расхламлю, потому что, в принципе, ими можно пользоваться. Потому что у них очень красивый оттенок. Поэтому я их, возможно, даже оставлю. В процессе я подумаю, оставлю я их или же нет. Но точно не выкину. Просто кому-то их отдам. Ну и, к сожалению, это было все. Мы с вами разобрались в моей косметике. Теперь все выглядит более-менее. Вот такой мешок у меня получился. Там, конечно, есть какие-то бутылки. Там какие-то банки. То, что я пью и ем. Какие-то фантики. Но все же много мы выкинули. Так и с вами в этот мешочек. Сегодня в ходе нашего расслабления-уборки в косметике. Я очень надеюсь, что вам все же понравилось мое видео. Было интересно. Вас, возможно, это замотивирует убраться у себя в комнате. Или же тоже в косметике. Ну, в общем, где угодно. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Я вас всех очень сильно люблю. Обнимаю. И всем пока.